Да, мы в эфире. Друзья, привет, Александр. Привет. Воскресный. Вроде все здоровы, все хорошо. Нормализуется ситуацией. Ситуация нормализуется, да? А у нас тут неделю стояла жара, а сейчас опять холодно, видишь, я вот в кофте теплый. Ну, успел хоть немножко накупаться, на наши красоты посмотреть. Слушай, вот самоизоляция вся эта, которая у нас, у вас карантин, не знаю, как это называется, как-то мысленно натолкнула на то, что есть какой-то бизнес, какая-то работа, какие-то вещи, которые можно зарабатывать хлеб, которые мы ввечем, на которых можно зарабатывать хлеб. И при этом не зависеть от работодателя, не ходить в офис, а вот своими руками, своими мозгами. Вот. Это вот входная такая история, о которой я сегодня хотел бы поговорить. Насколько она за эти 2-3 месяца, которые вы находились в самоизоляции, сегодня реализовалась у вас? Вот у вас же, наверное, сейчас есть ясность того, как жить в такой ситуации. У нас сложилась такая ситуация, что в последнее время все, что я заказывал с Алиэкспресса, с Китая, сейчас практически не доходит. И, скажем, доходит очень долго. По крайней мере, очень много посылок, которые раньше привык получать через неделю, через две, через три, их нет. И я думаю, что многие товары, которые у меня есть здесь в наличии, книжки по встрече собак, и клей, как кормить, ловить рыбу, вдруг начали продавать. То есть многие годы они уже, как бы, пик продаж прошел, а тут вдруг сами по себе меня толкнуло на мысль, что Amazon, eBay, вот эти вот локальные сервисы, которые сейчас практически все стали пользоваться, не ходить в магазины, стали бумировать и работать. И я подумал, что действительно есть смысл это развивать. Стал больше заниматься продажами на eBay, на Amazon и думаю, что для людей, которые имеют, как бы, собственно, какую-то идею, какой-то бизнес, это сейчас неплохое время построить бизнес и, может, даже русскоязычной аудитории перебраться в Америку. — Слушай, ну вот, понимаешь, мы же все считаем, что фабрики, заводы, неважно, китайские даже делают все лучше, делают качественно, а ты как, вот, своими руками дома сделал какой-то хендмейт, и это могут покупать? — Да, конечно, почему нет? Сегодня, ты же видишь, маски, все дизайнеры, которые я знал, мучились и продавать там платья или какие-то костюмы. Сегодня вот сколько материала есть, сколько сил есть, только вот они могут пошить и все продают. То есть, есть очень много, вот, отсутствие доступа к получению товаров с Китая создало дефицит товаров здесь, в Америке. Поэтому любой, люди, люди получают хорошие, как бы, деньги за безработицы, люди сидят дома, люди, как бы, скучные, и они себя развлекают покупками. То есть, они не могут пойти в ресторан, они не могут пойти в магазины, они сидят перед этим компьютером, и этот Амазон, и Эбэй, они, как бы, легко, и единственное развлечение — это, ну, полазать в интернет, что-нибудь себе купить. Процесс ощущения, что ты его купишь, тебе подшипел принесет, ты получишь, откроешь — это единственное то, что создает некий, одно из немногих, адреналин приятный. И это у нас просто, я вижу, по зданию, в котором я нахожусь, просто завалены, каждый раз в день приходили, наверное, сегодня пять раз в день почти приходят и приносят массу посылок, покупок. То есть, люди не ходят по магазинам, люди предпочитают, чтобы им привезли. Тогда дай сразу мастер-класс, наверное, алгоритм того, хорошо, я умею делать матрешки. Ну, понимаешь, тут очень много факторов, кроме матрешек. То есть, надо продумать, как ты будешь бороться с конкурентами, чтобы они не украли твою идею, как ты будешь, где ты их будешь складировать, эти матрешки, где ты, как ты будешь их паковать, потому что сегодня даже заказать упаковочные материалы сложные. То есть, очень много узких моментов, которых ты начинаешь думать, когда ты это пытаешься сделать на масштабах. То есть, я думаю, что для людей, которые имеют более-менее креативное мышление, то есть, они могут продумать рекламную стратегию, как снять, как сферафировать, как сделать видео, как записать какие-то позитивные отзывы, как работать с другими такими же, какие они производители, чтобы я тебе там помогу, ты мне поможешь. Правила на ebay, на амазоне, на алиэкспрессе меняются чуть ли не по дням, по неделям. Изменяются, ужесточаются. Вот какие сейчас, когда все равно, вот сейчас сидит какой-нибудь, сидит русский, говорит, я вот, блин, я все знаю, мы же все-все знаем-то всегда, мы же русские люди такие. А ты вот сейчас говоришь умные вещи, ну это потом. А сейчас вот я хочу просто понять, как бы мне этому ebay или алиэкспрессу впихнуть свою, извини, опять матрешку. Ну, что нужно сделать? Ну, давай по порядку. На примере матрешка. Матрешка, наверное, чем-то покрашена. Соответственно, Амазон, скажем, выдаст массу требований, где сертификат на эту краску. Потому что, не бой Бог, ребенок облизнет матрешкой, и он чем-то заболеет. То есть для Амазона потребуется сертификат на эту краску, из которой изготовлены матрешки. То есть матрешку там, скажем, пустить в ванную, и ребенок в ней купается, а вдруг эта краска, там, ребенку с детства с аллергии. Это на ребенок классик. Ну, я к примеру тебе говорю. Поэтому на Амазоне это будет целый, да, но продаст намного больше, чем на ebay или на другом площадке. Но Амазон потребует массу сертификатов. В Краймере с меня потребует больше, чем мы когда-либо раньше требовали. На ebay этого не будет, но и продажи будет меньше. То есть я думаю, что человек начинает любить. Сколько она весит? Ну, что сейчас стоимость отправки резко возрастает. То есть для челы и ряд других компаний резко повышают цены на пересылку. Во что он будет упаковывать? Возврат. Очень много есть узких моментов. Как он будет рекламировать? Почему его матрешки, а не соседа матрешки? То есть, в принципе, все продают одни и те же матрешки у него с одной фабрикой. Но у одного продаются миллионы этих матрешек, а у другой не может три штуки продать. То есть многое зависит, если у него есть красивые, там, скажем, жена полного года, которая может там попрыгать, и там эти груди будут плыхаться, и она с этими матрешками будет в этот момент играть. Наверное, кто-то это видео посмотрит, оно поднимется, и он продаст много этих матрешек. А у другого нет такой жены с большими... Ты такими роликами занимаешься, как телеоператор, как тележурналист? Да, у нас есть такая компания, называется GoDaddy, которая как бы контролирует рынок веб-сайтов. Многие веб-сайты делаются через GoDaddy. И они прославились свое время в тем, что они очень много делят, они такие шовинистических, очень наглых, очень неполитически некорректных коммерческих. Они брали очень больших таких полногрудных девушек, и очень неприличные ролики сыграли. У них было очень много и судов, и жалоб, и что вот они такие, типа, про мужские, мужские такие, ну, очень... Оводы там, как бы, слишком-слишком неприличные коммерческие делали, но все их смотрели, все смеялись, кто-то ругал, кто-то хвалил, кому-то было прикольно, но это сработало. И я, когда делал вот свой рыбацкий клей, тоже воспользовался вот этой теорией, и делал, как бы, начинал, когда я не знал, там, ни модели, ничего, просто взял красивых девушек в грудастых, и они бегали своим клеем по пряжи и прыгали. Рыбацкий клей! Да, мужики смотрели на девушек, на их груди, на их формы, а покупали мою клей, то есть, на удивление даже, я получил массу жалоб от жен, потому что оказалось, что в основном покупают не мужчины клей, а женщины, мамы, для сына, дочери, там, для папы, то есть, табака, но они... То есть, рынок не изучил. То есть, я не знал, кто будет покупать, но я показал, что это в основном подарки, многие покупают на подарки. Но они, вот, были очень расстроены моими роликами, они сами, ну, как бы, их это возмущало, но при этом они их смотрели и покупали этот клей, то есть, иногда на возмущении, на, как бы, негативном, можно тоже заработать. То есть, может быть, это не очень корректно, но, как бы, вот такой момент, то есть, надо продумать, наверное, как ты будешь эти матрешки продавать, и, ну, как бы, найти свой угол, то есть, или это благородствует, или, там, мягкость, то есть, в каком направлении ты будешь своего покупателя искать? Как добиться, вот, этой популярности подняться среди тысяч продавцов? Матрешек на eBay, на Amazon, чтобы тебя заметили. Ну, крутостые матрешки, например. Ну, нет. Да, матрешки, они круты. Как вариант, но, смотри, вот, я не знаю, как у вас ситуация складывается сейчас с малым и средним бизнесом, с людьми, которые работали на кого-то. Но, вот, сейчас у нас здесь все тяжело. Огромное количество организаций оказалось в ситуации, маленьких бизнесах, и показалось ситуацией, что по какой-то бюрократической проблеме они не могут рассчитывать на помощь государства, они выгоняют людей, люди рыскают по городу, вокруг там, ищут работу, работы нету, кормиться надо, и они вдруг вспоминают, что есть виза, например, в Америку, да, все еще открыто. И когда-нибудь вы откроете, все равно самолеты начнут летать, да. И вот сидит такой, может быть, рыбак, продавец рыбацкого магазина, может быть, еще кто-то, и думает, так вот сейчас в Америке-то все изголодались по покупкам, я поеду, я там открою свой бизнес. Вот что, вот, вот, я объясню, зачем, я объясню. Я понял, хороший вопрос. Почему я тебе этот вопрос спрашиваю? Кстати, Саша, смотри, мы с тобой в промо-уфеле, видишь? Это прямой фильм Ютуба. Здорово. Класс. Ага. Вот так, вот. Чтобы все видели, что мы с ним просто так болтаем. Live streaming. Live streaming. Ну, надо. Поствую. Ну, надо. У меня есть ответ на твой вопрос. Мы немножко с тобой готовились к этим беседе, поэтому я из, скажем, я люблю книжку, называется «Крестный отец» Мария Пьюза, «The Godfather». И я ее сейчас перечитал в очередной раз в эпидемии, находясь, не в эпидемии, а в самоизоляции дома. И через призму сидения дома я опять-таки для себя каждый раз читаю, это открыл новый угол, который меня коснулся. Я подумал, что дружба очень важна. То есть крестный отец, там события происходят после войны, во время войны какой-то степени. И неким образом это перекликается с тем, что происходит сейчас. И вера в государство, ну, резко сейчас пошепнулась, если раньше американцы верили, то сейчас при наличии Трампа, который иногда что-нибудь там выдумывает прикольное, и народ не очень верит государственным службам. Тем более, что у нас было довольно-таки много случаев разворовывания масок, перчаток и вещей, которые, по идее, должны были пойти на государственные нужды. То есть было, есть много героев, людей, которые реально помогают и делают очень добрые дела, но и оказались достаточно большое количество людей, которые пытаются получить какой-то незаконный доход во время эпидемии. Я думаю, что значимость дружбы, значение мафии резко повысилась сейчас. Дело в том, что если раньше народ полагался на государственную помощь, на официальные структуры, то сейчас многие обратили внимание, что работу получить, если ты с кем-то дружишь, можешь что-то найти. Если ты не имеешь связи в банке, в личных путей и ходов, то ты этого не получишь, и ты даже вещей, на которой ты официально можешь рассчитывать. Мы как бы в какой-то степени начали возвращаться в Советский Союз, где система более-менее была коррумпированная. Я думаю, что для людей, которые едут сюда, и хотя имеют такую визу, очень значимы эти связи, отношения. Если раньше человек просто сесть в самолет, приехать, взять работу, то есть есть, конечно, лицензия доктора или медсестры, востребованные специальности, то есть я думаю, что это не проблема найти работу. Сегодня достаточно много для таких конкретных специальностей, которые являются необходимыми на сегодняшний день работой. Человек может пойти что-то разносить, продавать, делать. Но при этом он рискует своей жизнью и здоровьем. Ты все равно рискуешь жизнью и здоровьем в России, как и здесь ты на это рискуешь за большие деньги. Но я вот смотрю, ты сейчас продолжаешь очень много снимать вот этой модельных историй. То есть у вас вот этот бунт, который построенный на коммуникациях, на митингах, на собраниях, он сейчас жив? И да, и нет. То есть сегодня многие вышли из бизнеса. То есть те, которые делают, скажем, решили место платья, продавать маски, им не нужны особо рекламы, им просто нужно свести и эти маски решить. Как бы там оно продается само по себе, просто сколько сделал, столько продал. Те, которые пытаются строить на будущее, я думаю, что сегодня очень аккуратно расстаются с деньгами. Я думаю, что здесь два момента. Во-первых, люди не хотят, чтобы о них забыли. Те, кто построили какой-то бренд, какой-то инер, если ты не будешь создавать новый контент и как-то что-то рассказывать своим зрителям, то их потеряешь, они у тебя могут уйти. Поэтому люди не обязательно пытаются заработать, просто пытаются не пропасть с публичного взгляда, чтобы от них не отписались, на них не забыли. Я думаю, что многие сголодались просто по красивым картинкам, по интересным причинам. Некоторые вещи ты можешь делать для денег, а некоторые вещи ты хочешь делать для души, чтобы не сойти с ума. Тебе нужны все-таки какие-то анализы, какие-то красивые зрелища, какие-то красивые вещи. И, скажем, наш класс так устроен, что ты можешь смотреть YouTube, ты можешь смотреть... Когда ты смотришь это на самом деле, как ты физически находишься рядом, это совершенно другое, чем ты когда смотришь в компьютере или в телевизор. Таш, извини про компьютер и телевизор. Люди прямого эфира просят тебя чуть-чуть правее двинуться. Видишь? Вот так? Сейчас посмотрим. Сейчас изменится, наверное, кадр. В другую сторону, да? В другую сторону. Да, наверное, вот так вот. Хорошо. Посмотрим. Хорошо. Видишь? Да. Вот я был... Это реакция, которая касается абсолютно большинства людей, я так понимаю, да? Ну, я думаю, что... Ну, сегодня многие... Кто-то сознается в этом, кто-то не сознается в этом, но для многих это шок внутренний. И, скажем, я вижу, на детях, мой сын изгладался по общению. То есть мы были на пляже на днях, вчера. Там было пару девочек. И он просто... Я видел, как ему было тяжело вспоминать общение. То есть после двух месяцев не общение вообще с одним ребёнком. То есть как стать... И я к родителям, и их родителям. То есть каждые пять минут... Держи, соблюдайте дистанцию, соблюдайте дистанцию, стоите против ветра. То есть дети, маленький семилетний ребёнок должен продумывать, как ему стать, чтобы... Как он может играть с другими детьми. На ветру, когда кричишь, не всё слышно. Поэтому... Я думаю, что для семейных отношений, для поднятия духа вот эти вот какие-то съёмки, какие-то вещи, связанные с искусством, с красотой, с интересными вещами очень важны, потому что человек становится как бы озлоблённый и думает какие-то неправильные, не те мысли, которые продуктивные. То есть я думаю, что какой-то процент времени нужно посвящать красивым вещам. Не можешь только думать каждый день, как заработать. Но это, Саш, ты говоришь о людях, которые, в принципе, успокоены, которые понимают, что нужно просто не сойти с ума в условиях этой пандемии коронавируса. А ведь для огромного количества людей, вот именно, ну, я говорю про вестьян, именно тот факт, что они оказались в финансовой части вот самоизоляции, они просто решили сейчас думать, что делать. Сейчас огромное количество людей у нас, у нас резко выросло число браков, которые разваливаются. Но люди не выдерживают постоянно друг в другом находиться. У нас, как показатель того, что люди живут в стрессе, у нас выросло число сердечно-сосудистых, смертей и сердечно-сосудистых заболеваний. Просто люди напсиховались, надергались, может быть, деньги кончились, вот это все, раз, инсульт, инсульт, дома отлежался, может быть, и вот в результате либо инвалид. То есть, вот ситуация тяжелая, и многие люди говорят, все, я встану, я поеду. Вот давай подумаем, а вот, что, какие ему советы можно дать, прежде чем он послал своих работодателей, забрал трудовую книжку, порвал там ипотечный договор, что у него в голове должно быть? У нас, во-первых, есть масса групп, я таких людей постоянно вижу на интернете, они заранее пишут, я хочу снять квартиру, я хочу найти работу, то есть, до того, как приехать, они находят какие-то контакты, вот я умею то-то и то-то и то-то, я хочу, какой город поселиться, какие вещи, то есть, кто сдает квартиру, кто может там дать мебель, кто может посоветовать, кто может взять на работу, то есть, люди заранее себе строят некую площадку, здесь у меня есть, там, столько-то одноклассников, столько-то друзей, знакомых с моего университета, этот может приютить там на первую неделю у себя, а этот может подбросить, помогать машину, там, старую, а, да, то есть, люди себе готовят заранее, как бы, знакомых, которые могут иметь чем-то помочь, работой или какими-то советами, как пойти получить банковский счет, как пойти сделать, то есть, какие-то, ну, простые вещи, которые для нас естественные, но человек не знакомый с американской системой и не знает, как это делать, наверное, строит себе вот такой такой нахорк. Ну, Саша, смотри, это ты сейчас говоришь уже о таких практических вещах, а мне хотел бы понять, а вот какие сегодня профессии нужны, наверное, в мире, вот мы Америку просто берем как пример того, куда. Есть же Франция, есть Италия, есть там Чехия, есть Китай, не знаю, у меня приятель в университете китайском хорошо преподает, просто уехал и в Китай преподает. Преподаватели у нас не знают. Фейсбука нету, ничего нету, никуда не упускают, но зато все есть. Вот, извини, пожалуйста, вот кто сегодня нужен? Я думаю, что простые такие специальности, которые могут подчинить водопроводчику или какие-то электричество или какие-то государственные такие серьезные работы, инженерные работы сегодня нужны. Они очень много из них болеют, потому что они постоянно находятся в общении, в работе и сейчас их сильно нанимают, просто надо приехать с правильными лицензиями, с правильными навыками. Подожди, с навыками главные или с лицензиями? Я думаю, что если ты водопроводчик в России, это не значит, что ты имеешь право работать водопроводчиком в Америке, если ты отучился в каком-то психическом университете и, наверное, если ты отработал водопроводчиком на государственных службах, ты много о чем-то знаешь и тебе достаточно пройти небольшие курсы и сдать небольшой какой-то экзамен и ты получишь эту лицензию. Для этого ты должен легализоваться как-то, потому что большинство людей, которые мне сейчас ... Мне люди говорят, а что вы с Гурманом все о высоком и высоком говорите, об искусстве о коронавирусе? Вы его спросите, как к нему на работу приехать, как к нему устроиться, тем более, желательно по туристической визе и все такое. А я вот накануне посмотрел, готовясь к этой программе интернет и у вас оказывается даже сейчас полиция ловит тех, кто дома не организуя лицензию, шьет маски, стрижет, говорят, там уже нескольких людей нашли и... Маски и да и нет. Смотри, все хорошо в мелкость. Если ты начинаешь приводить... Стричь, допустим, нельзя у нас его. Ты начинаешь домой приводить к себе поток и идет людей... Там фотографии на интернет, начинаешь на инстаграм ставить, то, конечно, тебе придут, постучат и дадут огромный штраф. И это, конечно, серьезно. Но если ты это делаешь более-менее разумно, не знаю, у тебя есть какое-то видео, что ты на расстоянии, что ты делаешь на улице, что ты делаешь на улице, Более-менее благородно, те же самые слишком, никто не тронет, если ты посреди улицы, где ветрено, и поставил стул, и... Это называется машинка, которая беспроводной зарядкой пострилить пару человек, тебе никто, никакой полицейский тебе не скажет, может, сам сядет и пострижется у тебя. Нет, но он же все равно спросит, говорит, а ты турист или ты имеешь право здесь жить? Нет, не спросит. Серьезно? Нет, нет, Я думаю, что все хорошо в меру. Если человек приезжает без документов и без права на работу, то есть легально, официально, работать не может, но если он имеет, скажем, YouTube бизнес, или он имеет вот такой Amazon бизнес, где он работает сам на себя, и он это может делать, что то ли с России, то ли с Америки, то есть он ведет блок, имеет рекламу. Как, можно проверить откуда деньги идут, как это работает? Он турист, он приехал, он снимает, это видео, очень сложно, потому что суды сейчас закрыты, то есть даже если тебе выпишут штраф, ты его не можешь пойти, там с кем-то поругаться, потому что просто некуда пойти. Я думаю, что с работами, ну вот, многие работы по разноске еды, там, или там каких-то товаров, очень много этих applications, которые очень мало чего проверяют, они думают, что там сильно я лично не подставляешься, когда вот так вот говоришь, все нормально, да, я имею право тебе такие вопросы задавать, собственно. Я могу, я не занимаюсь таким бизнесом, я могу рассказывать свои мысли на этот счет, я не могу задавляюсь, что я советую пока обойти закон, просто я знаю, общий известный факт, что есть applications, которые позволяют людям регистрироваться, разносить еду и с этого получать деньги. Я не думаю, что они сильно проверяют имеет право человек на работу или не имеет права. Может у них это есть, может у этого нет. Я думаю, что вот вещи, которые то есть если этот человек делает это все на большом уровне и это огромные серьезные деньги и могут заинтересоваться и попросить заплатить налоги. Но если это мелкие какие-то первые америк на этой не закрывает глаза, то есть не занимается сильно по крайней мере такой возможности. Кстати, помнишь, мы с тобой обсуждали как-то такую маленькую идею бизнеса о том, что аппарат EVL может быть попробовать вот в Америку? Знаешь, это пройденная тема и на тот момент это была очень горячая тема и все хотели их сегодня даже те они перестали этим делом постам пользоваться. Те три доктора, с которыми я общаюсь, говорят, что больше от этих аппаратов вреда, нежели пользы. Поэтому в прессе они стараются их где-либо использовать. То есть те, которые приехали из России, они оказались какие-то бракованные и все аппараты их никогда даже не включили. И известно, что было пару случаев возгорания в госпиталях, поэтому все были отправлены назад в Россию или по крайней мере ими не воспользовались. Я хочу тебе сказать, что у нас в России та же самая история. У нас загорелся аппараты ВЛ, больницы, аппараты, которые делали недалеко от нас теперь все возвращают производителя. Но это к вопросу о качестве. По поводу всей этой истории, связанной с самим коронавирусом, вот сейчас если в баллах у вас стабилизация, нормализация жизни в каких процентах? Потому что у нас уже объявили, что да, вроде как у нас будут открывать мы. Я не знаю про баллы, я знаю, что наш имплинатор сказал, что он не против если начнут скажем бейсбол игры без зрителей, будет трансляроваться игроки, то есть гонки на машинах, то есть те бизнесы, которые позволяют иметь достаточно большую дистанцию и не иметь больших количеств людей, то есть у них в основном доход телевизионных показов со скорость телевидения с рекламой, то есть да, зрители конечно это хорошо, но это не единственный способ заработать. Те, кто сообразили как это делать, им разрешено сегодня соблюдение дистанции возобновить операции. у нас открылись большие курсы, то есть мы там есть большое расстояние скажем, пляжи в штате Нью-Йорк открываются, а вот в городе Нью-Йорк пока не открываются. Они думают, что там, где будет скопление людей, пока нет. У нас сейчас объявили огромную компанию по набору людей, которые легально в Америке на право трейсинга. люди, которые заболели, выясняется, с кем они общались, с кем они поздоровались, то есть людей нанимают на интернет и на физическую работу, то есть на выслеживание этих контактов, чтобы выявить больных до того, как они заразят других. То есть этого у нас не было, это было в ряде других стран, как Израиль, Южная Корея, Австралия, те страны, где они имеют очень низкий процент заболевших и хорошие результаты этим делом пользуются. И вот Америка сейчас решила в эту сторону тоже двинуться. То есть ну слушай, ну кстати, вот пожалуйста, я думаю, что в ближайшее время и особенно нашим молодым активным околополитическим людям, во всяких организациях по политическим участкам, думаю, они активно пойдут вот в эту подобную российскую отряды поиска, те, кто контактировал с заболевшими тренажами. Да, это некая софта, это очень важный публичный сервис, это спасение жизни и это заработки. На это выделяются средства и это реально работает. Я думаю, что с каждым днем компьютерная система становится лучше, они отрабатывают что работает, что не работает. видишь, литварства, многие вещи, которые делали здесь в Америке в первые недели, месяцы, оказалось недействительным, не работают, они отказались от этих технологий, вещей и изменили свою стратегию. Я думаю, то же самое произойдет с системой отслеживания контактов. Они стараются посмотреть на лучшее в тех странах, где это сработало и это имплементировать здесь, в Америке. Я думаю, что Россия будет иметь возможность посмотреть результаты в других странах и себе это использовать на пользу. Я, наверное, хочу сказать зрителям, которые сейчас нас смотрят во всех соцсетях, что, еще раз повторяю, вот видите, мы в прямом эфире с Александром, вот именно сейчас, Сашку, маши ручкой, а вот крышка, тут задержка идет секунд 20 на теме. И я думаю, что, наверное, можно теперь, вот учитывая то, что в соцсети мы хорошо зашли, может быть, экспертов каких-то в следующий раз будешь в том числе и приглашать, поговорим с ними. Очень хорошо. Мы сейчас, реально, мы сейчас очень нуждаемся, вот эта история с коронавирусом, она сильно нас американизировала в плане, что мы теперь надеемся только на себя. Каждый россиянин надеется на себя, на свою семью, как ты говорил, и мы что-то на государство, особенно на работодателя, не очень-то и надеемся. И вот в этой ситуации... Сегодняшний эфир я как раз хотел бы изменить, потому что я, вот, человек, тресного отца, я больше думаю, что нам надеется сейчас и не только на себя и на семью, но еще и есть друзья, и есть... Да, 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 так называемый ближний круг. Так, может быть, давай попробуем в следующий раз пригласить кого-нибудь, кто... У кого есть, может быть, интерес в России, и он хочет что-то призвать к нам, там, у кого-то есть возможности стать тем самым, ну, не крестным отцом, но человеком, который внимательно выслушает этого россиянина и скажет, ну, наверное, есть у тебя какие-то шансы того, что ты в Америке будешь нужен, или не берись, снимай голову, сиди дома, ты здесь нам не нужен. Вот мне хотелось бы, чтобы мы, наверное, вот так это сделали. Как вы нацкали? Я могу тебе сказать, что я на данный момент, если можно сделать маленькую рекламку, я сейчас готовлю два новых ролика, то есть для моего клея рыбацкого, как ловить рыбу, я сейчас придумал новый товар для рыбалки, как ловить страйкберса, я еще заказал ингредиенты, заказал снижения части, когда это все придет, я уже начал снимать ролики по рекламе его, но начал массовое производство, я планировал, когда уже придут составные части, чтобы я мог много сделать. А ролики уже есть? Ролики еще нет, я вот вчера снимал, поздно вчера снимал, то есть я чуть-чуть сделал товар, там скажем, буквально 10-15 этих рыбацких вещей, и я отрабатываю сейчас на что ловится, то есть я каждый день пробую вот такой состав, такой состав, то есть я хочу посмотреть, что более действенно, что больше ловит рыбу, только я почувствую, что это реально работает, и я смогу заснять видео, что бросил, поймал, бросил, поймал, то это будет мой тестимониал обещанного, говорящийся, но рыба таки, да, на это ловится. Так вот, мне нужны авторы, мне нужны, скажем, модели, актеры, которые хотели бы в таком-то посниматься, скажем, те же самые папины книжки, которые начали сейчас продаваться, опять, как стричь собаку, опять-таки, я хочу сделать какие-то новые рекламные ролики, и это требует как бы креативного характера, может, человек подскажет какую-то идею, может, человек, есть интересная собака, с которой он может это снять, что, чтобы, как раньше я снимал, скажем, кто-то привез собаку, кто-то сыграл роль актера, кто-то подставил место, кто-то держит камеру, то есть у меня сейчас нет такой возможности сделать, только 10 человек, скажем, последние съемки, что я делал, было минимальное 5 человек, 3-4 актера, там, 2-3 человека, камеры держать, то есть звук, свет, сегодня таким количеством людей я просто не хочу рисковать это делать, то есть я думаю о людях, которые за это время пандемии научились снимать на телефон сами себя, с помощью своей семьи, то есть те, кто научились строить какой-то контент, которые имеют, может, какую-то площадку зрителей, то есть они для меня стали интересны, и на это я в этом какой-то бюджет выделил. По сути, ты сейчас сделал два хороших коммерческих предложения, а, во-первых, людям, у которых есть свои площадки, ты предложил размещение, и б, я так понимаю, что ты предложил... Не совсем я, это одно цельное, то есть видишь, я не хочу, а то, что у человека есть площадка, но он сам не снял, этому ролику мало кто поверит, понимаешь, что из-за того, что я там дам кому-то чужие ролики, он не будет смотреться как лично, стать своей родной. если человек просто снял хороший ролик, но ему некому его показать, то опять-таки тоже малое значение ролик, ну и что дальше с того. То есть я вот еще видишь, требует комбинацию многих составных частей, человек должен иметь креативную идею, что снять, он должен написать хороший сценарий, текст, он должен быть возможность это снять, он может редактировать, иметь полностью все ингредиенты и куда это разместить. То есть это должен быть такой рыбацкий журналист, по сути, да? Ну да, своих, то есть или, скажем, рыба, или это связано с собаками, стрижка собак, то есть он должен иметь какую-то собаку, без собаки это тяжело снять, он должен уметь как-то говорить, он умеет как-то себя снять, он должен придумать какой-то ролик, связанный со стрижкой собак, или постричь собаку на камере, или как бы говорить о стрижке, то есть в какой-то степени он должен что-то полезное, приятное сказать, каким-то образом она помогла человек умеет ловить рыбу он интересный сильный рыбак то есть ему даже не доверяйтесь просто взял удочку этот не значит он умеет среди моих знакомые реальные рыбаки я вот ищу или симпатичная девушка которая может привлечь внимание что я там смотрит мужик не скажем она сам может сама и не рыбачка но основную инстаграм смотрит мужики которые могут ловить рыбу меня это подходит я смотрю с разных позиции вот новый товар который связан с ловлей стройбос потому что стройбос очень вкусная у нас рыба есть знаешь жирные полезные дорогая и сегодня не все хотят идти в магазин и трогать эту потрогал ту потрогал не каждый хочет ходить час магазин и трогать рыбу поэтому каждый хочет пойти подальше от людей и лично ее поймал время есть он приятно тем более время есть да ну чтож саш давай остановимся потому что у меня тут аккумуляторы кричат что уже караул сейчас отключимся спасибо большое за советы спасибо тех всех кто увидит нас читает сразу ищите александра гурмана соцсетях найдете предлагаете себя как модель себя как эксперта фотографа рыбацком деле да и ревод были собачьем да я влачу еще и спорта и возможно даже вот вот так вот случайно и раз зацепитесь и у вас будет уже американские продюсеры и съемки давай в следующий раз все таки вот про вот это вот как ты сказал крестный отец да вот фатер про вот это значение дружбы может быть поговорим еще с людьми может быть ты кого-то пригласишь и вот я думаю что у нас очень много комментариев будет и мы с тобой уже предмет отношения между людьми то есть доверие тем в те факторы которые сегодня крестный отец и марио бюза обсуждает они бессмертные я считаю что это очень хорошая книжка и она сегодня как бы и раньше помогала людям в тяжелые времена как-то переосознать будущее так что не хочу занимать секунду твоего аккумулятора марио бюза в рекламе от меня не нуждается но всем спасибо большое сашу давай до следующего воскресенья и хорошего дня пока до свидания